здравствуйте уважаемые любители летных видов спорта очередной безмонтажный ролик стиле хоррор знаете как называться будет пора валить и почему пора валить мы заповеднике и кранс у нас высота 4200 метров потому что вы без кислорода у нас баллоны пустые мы держимся 4 400 и мы летать начинали когда здесь летать вот эти облака все были их во первых практически не было мы были в зоне любовались заповедником сняли про него ролик красивый все было просто восхитительно но подкралась но воздушная масса увеличивает свою влажность и все это нас все затянуло облаками которые медленно печально поднялись до нашего уровня и я сразу что поднимутся выше бы тоже конечно а мы выше уже не можем у нас нет кислорода поэтому все самое время снять весело вера видео как раз пора валить когда мы будем мимо этих облаков рвать когти на наш пик дебюр вот смотрите друзья как это будет мы сейчас еще так шаловливо пройдем рядом с ними приготовились друзья приготовились и так высоты не теряю я вот сейчас вам быстренько сниму вершинку торчащую заповеднике экран по дуге я представляю закрыл от разгоняюсь до нужной скорости сейчас у нас товарища секретарь в час и солнышко светит может нашу тень на облаке увидим глория вот наша глория дождать ну и смотрите друзья как это будет вот глория а вот облака и мы помчались по туннелям облачным дому и далекому дому ну как вот чуть-чуть не пошалить а друзья как вот капельку и подрезать облаку шапочку как мне мой инструктор юрий Александрович говорил ну волков давай подрежь облаку шапочку и клаус меня так учил давай вот делаем вот так клаус меня учил как раз полежаться в облако вот так и вот так вот и потом вниз вот наша тень на облаке посмотрите несется несется наша тень по облаку мы в нее и вот как обычно шалим как обычно они немножечко шалим нас просто избыток высоты то есть мы до аэродрома даже долетаем друзья чтобы не волновались что мы шалим и не летим к дому хотя так все затягивает но тревожность видео именно в том что если бы не было за избытка высоты если бы не знали что делаем если пьяник не подготовился к этому процессу эвакуации нашей с экранца тому мы нас могло бы заживать представляете вот горы торчат и в облаках прямо вот нас опускает в эти вот облака и жует жует в этих горах вот так грязь бабах два вега горизонта не справляются у нас есть два вега горизонта вот один сейчас могу даже включить вот он а второй не активирован и в общем а дальше чем дальше тем хуже и можно как раз смотришь и перед тобой склон ты думаешь что делать как отвернуть и все так что с облаками не шутят мы летаем над облаками под облаками мы не летаем потому что мы летаем очень правильно по правилам визуальных полетов без хулиганства разве что вот так вот капельку да эдуард скажи что хулиганство у нас практически нет что мы очень очень мирные и спокойные шалуны но шалуна правда надо среднее снижение минус 36 очень сильно опускает на этих шалостях вниз поэтому я пожалуй уходить на переход в долину и смотрите вон среди облаков красивое озеро ой ну сейчас еще чуть-чуть пошалим нет надо надо пошалить эдуард посмотри это же ну как куда посмотри в озеро какое между облаков вот снимаю озеро контент же огонь для глубоко уважаемых любителей лайнерного спорта друзья ну посмотрите сейчас мы как бы нам так еще озеро снять ясно над облаком пролетим я надеюсь другой стороны тоже будет ведь я увеличил скорость проскакиваю над облаком снимаю еще немножечко о наша наша глория зажглась об 5 я разочек выше про скорости ну что там gloria нас сопровождает смотри красотка вау мы с глорией летим и посмотреть на озеро так вернуться и смогу смогу вернуться друзья у нас справа такое облако красивая так вот если уже подныривать буду то есть как оба озера перегут облака и над этими облаками мы небесные шалости продолжаются друзья я хочу попробовать сейчас одну вещь интересную друзья вот здесь теоретически может быть волна перед перед вот этим облаком не подныриваю под облако эти два слоя облаков одно над другое под вот такой вот рок-н-ролл пока не встретил я волну но она может быть зато я прилетел вам поснимать озеро смотрите чертень с волной гляньте как красиво если пищу снег был очень часто бывают когда озеро все и украшено снегом снежная вершина озеро ну все так вот нагляю еще раз под облако так я друзья что никакого никакой волны нет стоят облака следующие облака от меня уже далеко я уйду небезопасную дистанцию от аэродрома не хочу поэтому мы покупаем крыло нашего планера в голубизне озеро и улетаем куда нибудь в сторону нашего аэродрома между двоёх слоев облачности погнали так а дырочки то домой вернуться есть ну-ка смотрим а дырочки то нет эдуард как это вечер перестает быть домным хьюстон у нас проблемы эй эй эдуард сейчас зажжем так парам 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 какие есть варианты 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 есть с правой стороны открыт проход через который от нас если ехать на гордонную курорт супер де Вали то можно по этому ущелью как раз подняться на вот эта плата и плата вы наблюдаете вот оно и собственно там мы можем проскочить я вижу что в ущелье облаков нету поэтому если что мы сейчас красиво хотим пройтись еще пошалить над вот этими облачками право по курсу а потом за пик дыр мы по идее в активном мы можем взять но если что у нас запасный вариант идти направо западнее опуститься вот в эту дырочку и дуться по ветру в сторону нашего аэродома вот такой гениальный я бы сказал практически план где мы шалили до этого это вот слева вот оттуда мы доповедник экран с высоты 4200 сюда прилетели остаток высоты у нас 3100 метров как вы видите not so bad как говорит клаус not so bad зато красота какая эх смотрите какой торчит одинокое веселое облачко неужели мы мимо него пройдем даже вот так просто так я считаю что это будет просто ну нечестно по отношению глубоко уважаемым удивителям лет какие-то в спорта оно одинокое вокруг никого нет и облако в это надо облететь прямо сейчас мы изобразим это так высота в принципе хватит нам вот что мы видим тут теперь будет поближе к облаку соответственно будет тоже поближе так ну что тут у нас облет облако кстати здесь по вот этой стороне может как раз волна быть ну-ка проверяем проверяем оп А волны нет Но бывает и так Не век же коту Масленица Зато Мне что-то не нравится Мы опустились до 3000 До 3000 мы опустились Так, не буду я больше облетать Это облако, хватит И пожалуй перехожу на запасной Клан Б Пролет через ущелье Да С левой стороны Немножечко низковато мы будем И там на самом деле Получился бы контент огонь Но мы очень долго будем обходить область И там мы на самом деле можем нарваться На очень большие минуса И вот тогда мы уже не попадем на наш аэродром Без запуска двигателя А это является неприемлемым результатом экспериментов Вот сейчас Крыло показывает на домик Дорога Наполеона Перевал имени Наполеона В общем короче пишут, что чуть ли не в том доме Настанавливался или груб Не важно То ли по его приказу построили И под нами горнолыжный курорт Ну вот это правда не горнолыжный курорт Сейчас я вам покажу А, вот домики просматриваются Мез облаков Это Супер де Вали Как раз горнолыжный курорт Куда мы можем ездить 35 километров от моего дома Очень приятное и славное место Вот здесь прячется Пит де Бюр Высота его от 2700 Ну собственно на нашем высотомере как раз 2700 То есть вот в этих облаках прячется гора И поэтому мы туда не полетим Мы его обходим перед ущельем, которое я как вам говорил Уже мы посмотрели, что она открыта Почему мы так нагло и смело тратим высоту Да потому что мы собственно домой летим Мы с пяти часов на ногах На смысле небе И у нас уже стойкое желание приземлиться На нога налетали Очень красивого контента наснимали Видите, какой интересный контент получился еще для вас Ох Вот как вы думаете Гору видно сейчас? Вот немножко Да, смотрите, кусочек горы видно Там склон Это все укрыто облаком Котел конвекции Кипит Шипит Ох Там вот острые скалы прячутся Видите, сколько я жути вам нагоняю В видео класса Хорроров Да Ну и вот Использую я для прохода перевал Вот Ну здесь расположен перевал Здесь очень много И красиво Перевал на самом деле Вот вот здесь Вот Там домики такие Крылом сейчас я показываю Где перевал Там очень любят Кайтеры Кататься Ровные поля Всегда дует очень ровный ветер И зимой это просто царство кайтеров Там какая-то станция А они прямо на этих кайтах В горы забираются Прям Парни огни Так А вот Обхожу пикдебюр Вот так Уже так страшно Облака на пикдебюре смотрятся Да Ну на самом деле Ничего страшного Ну котел Котел серьезный А за пикдебюром стоит волна Две 600 у нас Высота Ну Если бы вы хотели дальше летать Мы конечно в эту волну пошли Сейчас исключительно из педагогических целей Туда слетаю Поближе Я обещал показать Настоящую боевую турбулентность Вчера Поэтому Если мне высота позволит Я подойду Покажу как за пикдебюром взять волну А если Вот он Смотрите Пикдебюр Вот он слева Как раз Стенки его Сейчас мы Идем на подветренную сторону Пикдебюра Мы его обошли Ветер нам сейчас в спину Сила его Наверху было 90 км в час Сейчас километров 70 осталось И вот сейчас мы получим Бах-бабах Как раз от склона С которого Со страшным ревом Пылью и гамом Несутся облака Даже вы сейчас наблюдаете Как они падают С пикдебюрой тают А прямо по курсу Я вам показываю Настоящие боевые ротора Вот такой настоящий боевой ротор Мы сейчас Имеем честь Путешествовать И теперь посмотрим Возьмем мы На боевом роторе Я почти 95% Ставлю что возьмем И всего лишь 5% Что не возьмем Одно меня смущает Два их Вот один А вот друзья Второй И вот Куда бедному крестьянину податься Давай-ка на второй Ближе к дому И Может быть даже И кончилась погода У нас просто сейчас время Когда должны выключить волну Мы же прогноз смотрим Уже Дисциплинированные Планиристы Посмотрели прогноз Посмотрели что Волну выключат в 12 И поэтому Чтобы хорошо Красиво полетать Стали в 4 45 Выбрались Волну И вот до сих пор балдеем Сейчас уже 12 Как раз И вот это все Должно выключать Вот смотрите Роторная Удалено достаточно сильно От пикдебюра Что вот как раз Говорит о Агонистическом состоянии Здесь атмосферы То есть Уже не так Как обычно То есть Обычно Волна стоит Вот левое крыло Показывает первый ротор А это второй уже И вот так Нас сейчас Вот бочком Рычком Видите Не могу зацепиться Сдулся по ветру Избыточно Сейчас против ветра Пройду Две С половиной тысячи метров Ох Да Не взял Ну Конечно Мог бы сейчас Вот тут Порубиться Зарубиться Там Зажать У дела Сказать Нет Ну я все-таки Возьму Ну я с ротором Не угазал Друзья Вот надо было Вот в этот лезть Я вам конечно Сейчас В него слажу Сейчас телефон Покрепче Забиксирую Оп Оп Сейчас Жахнет Даже интересно Насколько сильно Жахнет Чувствуешь Ремни подтяни Все нормально Подтянул Да нормально Друзья Мы летим в гору Который Который Дует Ну сейчас Надо взять То что есть А если ничего нет То как брать Эть Эть Блин Я так близко К склону Не люблю летать Опа Есть Ну Оно конечно Видно Но Раком То ставит Тоже Фух Да Надо было Брать Первую Первый ротор Но Друзья Видите Исключительно Ради вас Потому что Знаете Как Когда Инструктор Дает 95% Вероятно Взять Волну А потом Ее не берет Это же Настоящий Боевой позор Смотрите Как все это кипит Интересно Вам показать Этот Уже Не первое Видео У нас Вот этим Котлом Конвекции Как это все Прям Клубится И как Тяжело Было бы Если бы я был На 100 метров Ниже Да Высопа С высоты Решает Все Заживало Меня не по-детски Ну и так Пожевало Капельку Ну совсем Чуть-чуть Жует Когда По кабине Все летает Эдуард Прошивает Голову Фонарем Если он Не притянут У меня Недавно Летал ученик Я говорю Притяни Притяни Ремни Он говорит Да Кому эти Ремни Нужны Мне неудобно У меня Там Жмет Попу И так Далее И только Бах Бах Баш Фонарь Ладно Хрен С твоей Дурной Головой Фонарь Жалко 3000 евро Стоит Друзья Но все Таки Волна Мы взяли Но она Красила Как облака Несутся вниз Сейчас Хорошо Очень видно Проблема В том Что она Действительно Умирает То есть Умирающая волна Все Она разрушается Можете считать Что да Если бы это была Нормальная Живая волна Мы бы сейчас Выбрались Выше облаков И дальше Летали Но Все как по часам 12 часов Поэтому я сейчас С гиканьем И гаканьем Промчусь В дырочку Около Пикдебюра Видите там Клубится Облако И Нет Не промчусь Друзья Очень Закрытая конфигурация Очень мне страшно Будет Поэтому Разворачиваю Здесь еще раз Тем более Здесь смотрите Какие кадры Это зеленые Лужаечки Все Светится Прям Белейшие Облака Все Несется Крутится Вертится Сейчас я буду Подныривать Под эту штуку Ну не подныривать В туннельчик Вот сейчас Залезу между облаками И Завеляю домой Мы летим Домой Мы летим Орбитами Путями Неизбитыми Да Класс Вот прям Очень удачно Видео получилось То что я давно Хотел снять Как заканчивается Волновой Летный день Сейчас Вот как раз Сейчас вы Увидите Как нас жует Вот кто Хотел поставить Как жует Вот Сейчас увидите Как нас будет Живать Как нас будет Живать Пристегнут Вот как раз Жует пристегнут вот как раз живет так по ветру друзья идем вы видите как несутся облака можете представить как нас отрягивает сейчас в принципе видно как крыло качает стабилизация телефона справляется с этим или нет но вторая второй кусок красиво как позитив как красиво надо сделать кружочек в такой красоте давай-ка заодно скусимся нам все равно у аэродрома высоту сбрасывать сейчас еще раз убегала зажжется я надеюсь угол поймаю какой-то по удачке вокруг этого облака уже пройдем зажглось надо вот так вот он вот так ведь ну давай давай-давай беги беги планировать беги солнце слишком высоко уже полдень ну где не зажигается нету друзья слушай за нами гонится сзади не знаю вот я очень с крылом крылом я его все уходим так надо еще здесь как-то проскочить надо обойти вот эти все облака полин по ветру немножко а вот справа дырка была вот это вот вся конструкция но я поэтому тебя сюда и повез потому что не так часто именно такая собака бывает а второй момент не так часто ты плюешь на то что тебе не нужно набирать высоту кстати у нас высоту ровно до вывернутся заходим на посадку не можем зайти у нас постоянно подъем волна какая-то мы с ней знаем потому что мы пять с пяти утра летаем а приземлиться нужно поэтому чтобы нас не ковыряло внизу шасси не вышло вышло я выпускаю полностью воздушные тормоза закрыла только на 4 начинаю снижение почему я так делаю потому что я мог бы снизиться и так нормально но ученик уже налетался я налетался и нас постоянно энергично трясет ну соответственно расходуется ресурс планера мы наблюдаем внимательно за самолетом за планером если они сейчас дернутся на взлет то я прижмусь к склону и пережду 150 накрылась на шестую позицию так ну что сейчас мы над вот этим колбом где обычно делаем разворот на речку и практически сразу же делаю третий смотрим еще раз никто взлетать не собирается потому что еще существует время в данный момент возможность прижаться к склону и выпарить планера который в торце он самовзлетный двигатель не выключен поэтому никаких проблем у нас нет скорость 140 держу ветер достаточно сильный сейчас любимый момент всех учеников до ворота на торец полосы выдерживаю на трапку специально чтобы шасси не страдала это у нас оно немножечко стирается на асфальте и сдвигаюсь на край полосы чтобы не мешать тем кто будет взлетать после меня тем кто еще не налетался мы же друзья более чем налетались ну что зажгли друзья начинал я так думаю так тихоньки как они что-нибудь получится но опять очередное безмонтажное видео мне кажется такие вот кусочки получасовые из там 10-15-20 минут из реальной жизни очень интересные такие яркие вот вот они вот так яркими вы думаете что у нас все время так ну иногда да иногда очень длинные пуски есть когда мы там нужно где-нибудь выпариваем там я воршу научника давай говорю там не скользи что-нибудь делать то есть у нас еще и работа есть но в принципе мы летаем и для учебы и для таких вот ярких красивых моментов когда можно там вечером сесть и сказать ты помнишь как там нас вот ну погоди этот такой зайцем там там качали там воду и партинг орл потому ты помнишь это да орёт это both и вы так же вот так что и вы Qualcomm вы сравнили главное мы его можем показать это вот эти приключения я раньше не снимал они тоже были сейчас как-то приноровился капельку видите сколько 30500 введем банк и блюзис каждый день какой-то контент огонь оставайтесь каналом мечта летать погода бомба контент огонь и до новых встреч друзья на себя ручки тебе что сейчас как раз в облако возьмешь для себя скорость 150 делай верни немножко так это будет меня на фоне земли до фоне облака снимать да пока всем доброго а Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok